ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 12 апреля – День авиации и космонавтики. Ровно 60 лет назад Юрий Гагарин, первый в истории человечества, полетел в космос. В православном календаре 12 апреля тоже связано с восхождением в небеса. А точнее, восхождением к вратам небесным, которые символизируют духовное совершенство человека. Путь к вершине осознанности состоит из 30 глав. Ступени добродетели и называется «Лествица». Написал этот труд великий подвижник православной веры, преподобный Иоанн Лествичник. «Соорудил я Лествицу восхождения, от земного во святая, во образ 30 лет Господня совершеннолетия. Знаменательно соорудил Лествицу из 30 степеней, по которой, достигнув Господня возраста, окажемся праведными и безопасными от падения». Путнику предстоит пройти борьбу с мирской суетой, пороками, преодолеть скорби. На верхних ступеньках человек постигает безмолвие души и тела, молитву и бесстрастие. Вершина пути – союз трех главных добродетелей – веры, надежды, любви. Как Юрий Гагарин прилагал немалые усилия для полета в космос, так и каждый верующий должен проявить старания на пути к духовной вершине и восстановить в себе образ Божий. Участники апатийского городского фестиваля «Пасхальная радость» трудятся над росписью пасхальных яиц. Воспитанники детского сада номер 15 из группы «Всезнайки» выводят на белом фоне синие узоры. Только скажем слово «Гжель» и увидишь зимний день. Небо, снега и березну и тени голубизну. Фон имеет только белый, а на нем и синий цвет, а других там красок нет. Расцветают на морозе колокольчики и розы. Там цветок, тут завиточек. Три мазка широкой кистью появился синий листик. Поработал кистью кончик, распускается бутончик. И прекрасные узоры, там притягивают узоры. Почему же выбрали именно эти узоры? Да потому что голубые лепестки розы, необычные такие вот завитушки, это ассоциация с небом. А белый фон, это наша белоснежная зима. Вы видели веточку рябины? Для нас веточка рябины – это любимое дерево для русского человека. И напоминает нам о нашем крае. Посуда такая великолепная, да? Тоже в стиле. Ну вот великолепные тут зверюшки. Представляете, как интересно? Они тоже в форме кжели все расписаны. Ну и, наверное, финал вот яйца, да? Посмотрите, как великолепие. Можно даже показать вот так вот. Вот они. Тоже в стиле данной росписи. Мы устраиваем выставки мини-музеи. В этом нам помогают наши замечательные родители. Огромное им спасибо за это. Наши замечательные педагоги. У нас очень много творческих, целеустремленных, талантливых педагогов, которые с радостью подхватывают любую идею. Вот на данный момент у нас идет подготовка к празднику, великому празднику, светлому Пасха. И выставка пасхальных, пасхальные мотивы. Она представлена в этой группе. И в каждой группе у нас готовятся. Ну и, наверное, мы пригласим вас, когда уже будет у нас праздник, когда выставка будет оформлена полностью. Будем рады видеть вас в гостях. В детском саду номер 15 проходят занятия по духовно-нравственному воспитанию. Ребят учат доброте, аккуратности, заботе о природе и уважению к русским традициям. А это 14-я школа. Старшеклассники выносят из актового зала полутораметровое яйцо, чтобы расписать его в одном из кабинетов. Справиться с заданием непросто. Яйцо не входит ни в один кабинет. Ребята несут его в школьную мастерскую. Здесь, среди станков и технических принадлежностей, макет красиво оформляют ученики из студии вместе с педагогом. Патриарх сегодня выпускал головей. И вот когда они взлетали, расправляли крылья в виде юбочки. У меня здесь было немножко неправильно. А сегодня я посмотрела, как расправляет хвостик голубь. Оказывается, вот такая красивая юбочка. На рисунке весна, пасхальное настроение, птицы, цветы, белокаменный собор с золотыми куполами. В основе библейский сюжет. Паломница Христа Мария Магдалина преподносит императору Тиберию первое пасхальное яйцо. После чудесного воскресения Иисуса Христа она пришла к римскому императору со словами «Христос воскресе». Однако Тиберий не поверил ее словам. Я поверю только тогда, когда это яйцо окрасится, превратится, станет красным. Она протянула ему яйцо, и оно на самом деле окрасилось в красный цвет. Яйцо получается красивым, мне нравится его расписывать. Мы использовали коричневую краску, белую краску, голубую, желтую, красную краску. Вмешивая на палитре получались новые цвета. Напомним, что городской фестиваль «Пасхальная радость» проводит храм новомучеников и исповедников Церкви Русской. Телеведущий Андрей Малахов при поддержке администрации города и кировского филиала «АО «Апатит». В нем участвуют школы и детские сады. 17 апреля по священническому благословению в Кировске в музейно-выставочном центре «Апатит» откроется выставка греческого фотохудожника Костаса Асимиса. С 2007 года фото-выставка побывала в семи европейских странах и во многих российских городах. Кировщане и гости города смогут увидеть сокровенные кадры, уклад жизни монахов, чарующую архитектуру афонских монастырей и первозданную природу. В четверг, 22 апреля, в храме новомучеников и исповедников Церкви Русской состоится соборование. Последнее в этом посту и в этом году. Начало в 18 часов. Митрополит Мурманский Мончегорский Митрофан осветил бюст святого страста терца, государя Николая II. Памятник установлен в Кавдоре, на территории храма Успения Пресвятой Богородицы. Это первый памятный знак в Мурманской области в честь основателя Романова на Мурмане. Редактор субтитров А.Семкин